Тип гребневики. Это морские, преимущественно планктонные животные, реже ползающие или сидячие. Их научное название происходит от латинизированных греческих слов «ктена» и «ферейн» и «носить», и связано с имеющимися у каждого гребневика характерными гребнями, то есть рядами гребных пластинок, образованных сросшимися ресничками. Размеры корреблятся от 2-3 мм до 3 м, известно от 100 до 150 видов. Точный подсчет затруднен из-за слабой разработанности системы гребневиков. Общие черты гребневиков представляют собой следующие. Медузоидные формы, но радиальная симметрия стала бирадиальной из-за двух шуфалец. Есть гастроваскулярная полость с ртом и анальными порами. Локомоция осуществляется с помощью слившихся ресничек гребных пластинок, расположенных во семью орально-оборальными полосами. Газообмен идет за счет диффузии. Нервная система представляет собой субэпидермальную сеть, хорошо развитую под рядами гребных пластинок. Двуслойная стенка тела окружает толстую мезоглею с амебоцитами и гладкими мышечными волокнами. Книдоциты отсутствуют, но щупальца несут локчей клетки, колобласты. По способу добывания они хищники. Размножение у некоторых представителей бесполое, но чаще половое. Это гермафродита с полным детерминированным травлением, ведущим к образованию так называемой цитиопидной личинки. Гребневиков ранее относили к кишечно-полосным. Сейчас эти животные выделены в отдельный тип. Тело имеет вид мешка, на одном конце которого находится рот, а на другом органы равновесия. Гребневики плывут ртом вперед при помощи специальных гребных пластинок, то есть скленных между собой пучков-ресничек, как было указано выше. Вашему вниманию представлена схема строения грибневика. Правление яиц у грибневиков полное, неравномерное, радиальное, с преобладанием двуочевой симметрии. Первое пределение проходит в меридиональном направлении, в результате чего на стадии 8 бластомеров зародыш представляет собой удлиненную пластинку 2х4 бластомера, слегка вогнутую на месте будущего аборального полюса. Четвертое деление проходит в экваториальной плоскости. В результате его на аборальном полюсе обособляются микромеры, то есть будущая эктодерма, а на оральном – макромера, то есть будущие энтодерма и мезодерма. Из яйца выходит планктонная цидипоидная личинка, названная так по сходству со взрослыми грибневиками рода цидип. Вашему вниманию представлена схема строения дробления яйца яйца у грибневиков с аборального полюса и вид сбоку. Также вашему вниманию представлена схема развития грибневика. Тип грибневики представлен одним классом с названием соответствующим типу.